Тадж-Махал в Агре, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает миллионы посетителей. Символ культурного и исторического наследия Индии сегодня оказался в эпицентре скандалов. Что же случилось? Чтобы разобраться в вопросе, углубимся в историю. В 1992 году толпа индуистских фанатиков разрушила знаменитую мечеть Бабура эпохи Великих Моголов, после чего в результате страшных беспорядков на религиозной почве в стране погибло около 2000 человек, в основном мусульмане. Возник юридический спор с крайне правыми индуистскими группами, которые считали, что падишах и основатель империи Великих Моголов Бабур разрушил индуистский храм Рамы и возвел на его месте мечеть в свою честь. В 2019 году Верховный суд Индии вынес решение в пользу индуистов, открыв им путь к строительству их храма на месте исторической мечети. С тех пор индуистские национал-экстремисты инициировали ряд крупных компаний по объявлению всех памятников и мечетей эпохи Великих Моголов, построенными на руинах индуистских храмов. В их числе оказалось и чудо света, памятник мировой архитектуры Тадж-Махал. Доктор Одри Трушки, эксперт по истории Южной Азии, называет эти измышления о Тадж-Махале примерно такими же разумными, как и предположения о том, что земля плоская. Насколько я могу судить, здесь имеет место не столько обоснованная теория появления Тадж-Махала, сколько безумная и хрупкая националистическая гордость, которая не позволяет чему-либо неиндуистскому быть индийским и требует стереть мусульманскую часть индийского наследия. Компания за разрушение Тадж-Махала набирает большие обороты из-за дезинформации и фейков в соцсетях. Мавзолей Тадж-Махал построен во второй четверти 17 века. Правителем империи великих монголов Шах Джаханам в память о его жене Мумтаз Махал. Ультраправые индуисты утверждают, что на его месте когда-то был храм Теджа Махалай. Рана Савви, специалист по индийской культуре и памятникам, опровергают эту конспирологическую версию. Шах Джахан был монарх, он не был виноват, чтобы скрыть все, что он хотел сделать. Он мог бы сделать, что он хотел. Если бы это был храм, он бы сказал, что это был храм, который он был виноват, потому что местности. Но каждый хроникл, каждый современный человек говорит о ней как хавили, хана, хаус, манзил. Все эти названия для хаусы. Недавно индийский суд отклонил просьбу лидера правящей крайней правой партии Бхаратия Джаната обеспечить доступ во внутренние комнаты Тадж Махала с целью посмотреть, есть ли там индуистские идолы. Эти помещения опечатаны археологической службой страны и соображений безопасности, но время от времени они открываются для реставрации. Также было вброшено утверждение о том, что Тадж Махал стоит на незаконно занятой земле. В мае 2022 года Дия Кумари, активистка правящей партии, заявила, что Шах Джахан оккупировал территорию, на которой позже построили Тадж Махал. Историки ответили и на это. Тем временем под прицел фанатиков попадают и другие исторические объекты Индии. А plea today in a Delhi court asking that puja be allowed at Qutb Minar. But the archaeological survey of India came out strongly saying that we cannot agree to this. We oppose this plea because this is a protected monument. How can you now make it into a place of worship?